После обычного трудового дня обязательная тренировка. Вместо руля, комбайна или трактора ручной мяч. Для герасимовцев обычно, для остальных удивительно. В деревне вообще культ здорового образа жизни. Та мысль, которую закладывали, исходя в первые снежинок и золотых колоссов, это механизаторы, это животноводы. Это простые люди, водители, специалисты, глава сельского совета играет там и так далее. Все там, там нет рангов абсолютно. И самое главное, что в этом селе еще одна особенность. Это село ежегодно нас приглашает, и мы участвуем там в дефискультурниках. У них особенно отмечается дефискультурник. Три десятка лет сборная района по Ганболу формируется исключительно из воспитанников герасимовской школы. Основатель и вдохновитель и сегодня продолжает внимательно наблюдать, все ли правильно делают воспитанники. Тренер без диплома, но от бога, Виктор Гнездилов до сих пор учится. Я еще смотрю, кто что делает. Я себе беру голову и начинаю дома вот это использовать. Поехал, ага, смотрю, вот так один бросает, второй так бросает. Что я считаю нужным, я потом своим мужикам тут даю. В тесноте, да не в обиде, это про герасимовцев. В зале, который едва подходит для занятий физкультурой, придумываются и оттачиваются комбинации. Стандартное поле для ручного мяча и длиннее, и шире. Но это не помеха, если есть желание стать лучшим. Я играл уже на всероссийских соревнованиях, ездил в Челябинск, серебряный призер чемпионата области по гамболу среди юношей 97-го года. Ну и так уже много где поездил. За взрослую команду мужиков играл уже. Вот недавно мы ездили в Оренбург, заняли четвертое место. Думаю тоже дальше играть, поступать в Оренбург, куда-то учиться и заниматься дальше. Глядя на такое подрастающее поколение, слова вратаря, а заодно и главы местной администрации, звучат особенно зловеще. Прежде всего, для соперников герасимовцев. В ближайшие 5-10 лет, я думаю, сборная района останется за нашими герасимовскими гонболистами, которые на сегодняшний день состоят исключительно из наших игроков. Максим Стародумов, Дмитрий Примачек. Новости дня.